Сегодня будем рисовать Митсуя из аниме Токийские мстители. В этот раз будем рисовать голову, повернутую на три четверти. После того, как я нарисовала круг, я провожу основные вспомогательные линии. Вертикальная линия делит лицо пополам. В будущем она поможет правильно расположить нос и рот. Теперь провожу горизонтальную линию. Она поможет нарисовать брови, глаза и ухо. Обычно я рисую не такой загнутой, но из-за особенностей рисовки пришлось подстроиться. Справа провожу еще одну вертикальную линию. В правом нижнем участке на пересечении двух линий будет располагаться ухо. На уровне нижней части круга будет располагаться нос. В данном случае расстояние от носа до подбородка и от носа до горизонтальной линии совпадают. Расстояние же от горизонтальной линии до линии роста волос немного меньше расстояния от носа до подбородка. Теперь я соединяю все основные линии. Намечаю контур лица, уха, шеи, а также волоса. Делаю все легкими штрихами, не давлю на карандаш, так как в будущем это все равно будет корректироваться. Повторяя изгиб горизонтальной линии, нарисуем две вспомогательные линии для глаз. Из-за подобного ракурса правый глаз будет немного больше левого в длину. То же самое относится и к бровям. Теперь приступаю к прорисовке глаз. По своей форме глаза Митсу изогнуты, внешние уголки глаз направлены вниз. Также в рисовке данного аниме у персонажа имеются складки под глазами, поэтому не забываем их нарисовать. В какой-то момент я поняла, что левый глаз чет слишком широкий и я подогнала его по размеру к правому. Теперь нарисуем зрачки. Запомните, куда бы ни смотрели глаза, зрачки всегда будут находиться в центре радужки. Теперь рисуем брови. Самая высокая их часть будет соприкасаться с горизонтальной линией. Прорисовывать их будем немного позже. Нарисуем нос и наметим рот. Ширина рта равняется расстоянию от нижней части носа до радужки. Теперь я перехожу к прорисовке, параллельно стирая ненужные линии. Шея показалась не слишком тонкой, поэтому я сделала ее шире. Помимо этого я дорисовала сережку. Перехожу к прорисовке волос. Рисовать начинаю с челки. Остальную часть волос рисую слева направо. Теперь наконец-то прорисуем брови. Умейцы они выбриты, поэтому просто сотрем ненужные участки. Осталось несколько штрихов и наш шедевр на миллион долларов готов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова